Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать пьесу, если вы хотите написать ее в нашей сценарной мастерской, то проходите по ссылке в описании. Сейчас я вам ее в оное описание добавлю и присоединяйтесь к нам в нашей сценарной мастерской начиная с сентября. Месяца с 1 сентября мы в мастерской будем писать пьесу. На настоящий момент осталось 9 мест и у меня нет никаких сомнений в том, что до конца этого месяца мы эти 9 мест наберем. И я особо старался не пушить, не слишком рекламировать этот курс, не устраивал каких-то бесплатных рекламных марафонов больших. Да, у нас в начале лета был небольшой курс сценарий за неделю, который я тоже особо не рекламировал. Почему? Потому что мне важно не просто быстро продать этот курс, а мне важно, чтобы на этот курс пришли люди, которые мне там нужны. И в идеале, если туда придут уже участники нашей мастерской, которые проходили какие-то другие наши курсы, сценарные курсы, курсы по написанию романа. И, соответственно, и мне проще будет с ними работать и они получат лучшие результаты. Ну, сейчас мы, это как бы сразу скажу, что это не будет, не будет такой рекламный эфир. Я хочу поговорить, ну, то есть, это не, у меня нет никакой программы этого вебинара, да. То есть, нет никакого, ну, нет какого-то такого, какого-то четкого плана разговора. Просто вот я сегодня утром проснулся и понял, что вот я хочу сделать эфир, хочу с вами пообщаться. И немножко вот именно в процессе эфира, в процессе разговора сформулировать для себя кое-какие вещи. Сразу скажу, что я буду рассказывать про себя, про свой опыт. И не потому, что это, ну, какое-то такое самолюбование, вот мне приятно, да. Там, собственная биография, это всегда предмет неисчерпаемый. Нет, не поэтому, а потому, что для меня мой опыт – это объект некой такой постоянной рефлексии. Ну, и это правильно, мне кажется, что у каждого человека тоже так же должно быть. И эта рефлексия, она началась достаточно рано. Прежде всего, ну, я всегда как-то с самых-самых молодых ногтей понимал, что я хочу писать и я буду писать. И первый текст я написал, когда мне было 6 лет. Это было стихотворение вполне себе дурацкое. Я до сих пор помню обстоятельства, при которых оно было написано. Мы шли с мамой по улице, в деревне нашей Сямжи проходили рядом с телевышкой. Я вдруг сочинил вот такое стихотворение. Бабочка крыльями машет, садится на травку и пляшет. Белка по дереву скачет, в дуплах орешки прячет. Вот, ну, и мне показалось, что да, вот прям стихотворение. Да, ну, даже как это было прочитано в детском саду и даже какой-то успех имело. И дальше у меня происходили там разные другие увлечения космонавтикой, математикой, инженерией, индейцами и так далее, и так далее. И в процессе этих разнообразных увлечений я все время понимал, что у меня писательство, оно всегда было рядом. То есть, я хотел быть индейцем и писателем одновременно, да, быть космонавтом и писателем, да, то есть путешествовать с планетом на планету и при этом обязательно писать, там, не знаю, фантастические романы или какие-то дневники. То есть, это писательство, оно все время было рядом. И до 17 лет, 17 лет мне исполнилось в 91 году, и вот это было время такой неподвижности, время было неподвижным, застывшим, ничего не менялось. И начало меняться только вот там к концу 80-х, а поскольку я жил в деревне, да, туда изменения доходили тоже достаточно медленно. И дальше у меня было увлечение рок-музыкой, и потом от рок-музыки я очень рано начал писать первые песни. И, кстати говоря, если вдруг по чечайне вам по какой-то причине это интересно, можно найти мою первую песню в интернете. Она называется «Художники бензиновой эпохи». Приятель мой Сергей Титов ее записал. И в интернете ее можно найти, ее запись и послушать. Не я ее пою, он ее исполняет. Вот самая первая моя песня, написанная в 14 лет. И понятно, да, все кумиры у меня были рок-музыканты. Я писал какие-то рок-тексты, пытался их петь, потом дальше в рок-группе играл и так далее, и так далее. Но потом у меня как-то очень быстро начало... Просто это происходило в течение каких-то недель. То есть я помню, это 90-й, по-моему, год, зима 90-го года, фестиваль рок-акустика. Я еду на фестиваль рок-акустика, и я еще считаю себя рок-музыкантом. И планирую быть рок-музыкантом, петь песни, быть рок-поэтом в духе Башлачева и так далее, и так далее. И это типа зима, январь. И после этого я возвращаюсь домой, в Сямжу, и мне попадает в руки... Вернее, я прям точно помню этот путь, как это все происходило. У меня была пластинка аквариума белая. И на пластинке аквариума была статья Вознесенского. И, значит, Вознесенский там, в числе прочего, говорил о том, что Гребенщиков фанатеет от... Он следует волевому глаголу Гумилева и школе ироников Заболоцкого и Хармса. И я очень долго искал Гумилева, нашел тексты Гумилева, нашел тексты Заболоцкого, столбцы великолепные. И тексты Хармса, естественно, их там проще было найти, особенно там детские его какие-то стихи. И я в библиотеке наткнулся на книгу, собственно, Вознесенского. И думаю, ну что за чувак такой, ну знал, что какой-то поэт, да, вот написал статью про Гребенщикова на пластинке. И взял его книгу, прочитал стихи, они мне понравились. Они были такие, ну, футуристические, авангардистские. И там была книга воспоминаний о Пастернаке. Я такой думаю, ага, окей, значит, Вознесенский связан с Гребенщиковым, Вознесенский связан с Пастернаком, я должен найти стихи Пастернака и почитать, что они такое. Мне казалось, что Пастернак это такой вот, ну, помните, да, а в походной сумке спички и табак Тихонов-Сервинский Пастернак. И мне казалось, что Пастернак это что-то такое вот, ну, не знаю, как Маяковский, он везде должен быть. И я пошел в школу, в библиотеку, спросил, есть у вас стихи Пастернака? Я казалось, нет. Пошел в районную библиотеку, говорю, есть у вас стихи Пастернака? Говорят, нет. И я такой, нифига себе, как же так, почему? Вроде, ну, незапрещенный поэт. Вот, и я начал рыть землю, начал искать эти стихи Пастернака. И в это же время примерно вышел Томик Пастернака в библиотеке классики и современники. И моя директор библиотеки подозвала меня, вызвала к себе в кабинет, когда я туда пришел, и сказала, вот, ты искал Пастернака, я знаю, вот тебе Томик Пастернака, еще без печати, без всего, только сегодня пришел. Бери, читай, через неделю вернешь. И я неделю сидел, просыпался в 5 утра перед школой, и я переписал весь этот Томик Пастернака, переписал в такие общие тетради. И, да, и вот переписывая, естественно, там, очень сильно через себя его пропустил. И потом, да, значит, потом я наткнулся на книжечку Пастернака Ж, да, и Пастернак в этот момент стал, конечно, моим самым любимым поэтом. Наткнулся на книгу его воспоминаний о Маяковском. И думаю, о, оказывается, Пастернак очень уважал Маяковского. А я-то думал, что Маяковский это вообще такой совок-пересовок. У нас дома было собрание сочинений Маяковского, 12-томное, красное. Значит, я беру это собрание сочинений, а вначале там замечательные мемуары, которые называются «Я сам», где он описывает свою футуристическую, свою юность. Прямо действительно очень классно, зажигательно, рок-н-ролльно. Бурлюк, да, да вы же это и написали, да вы гениальный поэт. Про Хлебникова он, интересно, там очень пишет. И все, я пропал. Я понял, что все, я не хочу больше быть рок-музыкантом, я хочу быть поэтом. Я хочу быть вот как эти ребята из Серебряного века. И я написал огромное количество стихов в то время. И я их писал на таких клочках бумаги разных и складывал их в такой чемоданчик из-под аккордеона. Небольшой такой чемоданчик. Значит, полный чемоданчик стихов я написал и поехал в Череповец эти стихи показывать своим знакомым. И я там жил типа недели-две. И мы постоянно переезжали как-то с квартиры на квартиру. Ночевка тут, ночевка там. И я этот чемоданчик потерял. То есть, он где-то просто пропал со всеми этими стихами. И как ни странно, я испытал огромное облегчение в этот момент. Я понял, что раз оно пропало, значит так оно и надо. То есть, рукописи не горят, а если они горят, значит это ни хрена не рукописи. Вот. И я подумал, что надо, наверное, писать что-то другое. И постепенно я начал переходить со стихов. Понятно, стихи, это такое занятие для юности. Переходить на прозу. И написал первый рассказ. Это я уже учился на первом курсе института. Который назывался «Инквизиторы». Про двух пацанов, которые увлекались всякими кришнаитскими учениями. И потом, значит, разочаровались в них. И решили покреститься. Покрестились в церкви. И после этого, покрестившись, сожгли все свои, всю свою эту Бхагавадгиту во дворе. И от этого костра загорелся соседний гараж. И там в машине спал перепивший водитель вчера. И он сгорел в этой машине. Вот такой рассказ. Короткий, буквально на одну страницу. И я понял, что, наверное, все-таки мне надо писать прозу. И я в то время изучал очень серьезно, целенаправленно, то, что делал Хемингуэй, Фиджеральд, Фолкнер. Это триада этих писателей. Это для меня было просто три кита. И я учился писать прозу. Писал, 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 писал. И все это, вот этот стабильный мир, он начал вокруг меня рушиться. То есть, то, что я представлял, какой должна быть литература, она вдруг, вот эти основания, твердые основания литературы, они перестали быть. То есть, понимание того, что является хорошей литературой, оно разрушилось. И я это почувствовал, то есть, я это не мог как-то объяснить, но я понимал, что невозможно писать прозу в России 95-го года, так же, как ее писали люди в 85-м году. Потому что само качество, сама ткань жизни, сама ткань языка очень сильно изменилась. И были авторы, которые, как я видел, да, они пытались писать. Там был Кривулин с его романом Шмон, был Харитонов, был Ким, да. То есть, были люди, которые пытались писать литературу в середине 90-х годов, так же, как они писали ее в 80-е годы. И это не работало. То есть, энергия через эти тексты не шла. И нужно было делать что-то другое. А что, непонятно. И я получил подсказку от Вологодского писателя, Вологодского же писателя Сергея Алексеева, который в советское время писал такие нормальные социалистические романы, замечательные, очень в стиле Шолохова, Толстого, в стиле такой русской реалистической прозы. У него замечательный роман Ройс, замечательный роман Слова, и замечательный, просто вне всякого сомнения, гениальный роман Крамола про революцию. Но, к сожалению, все эти три романа, они вышли типа там на пять лет позже. То есть, если бы они вышли в конце 70-х, это было бы просто бомба. Они вышли в конце 80-х. И они прошли практически незамеченными. И вот он нашел, он очень мощный писатель. Мощный в том смысле, что он сильный такой, могучий мужик. Такой вот в волчьей шубе ходил. Его менты как-то приехали в Москву, и его в метро арестовали менты из-за того, что бородатый мужик в волчьей шубе. И он там, что, меня, столица Российской империи, меня, русского писателя, вон там этим ментам. В общем, весело было. Вот. И он, когда вот сидишь, напротив него сидишь, и он говорит, и тебя просто сносит силой, энергии от него. И он вот с этой своей силищей, он как бы понял и почувствовал то, как надо писать. И он написал, значит, у него был такой роман, он тоже не очень незамеченным, не очень замеченным прошел, роман под названием «Возвращение Каина». Такой переходный роман от вот этого советской стилистики к стилистике 90-х. И дальше, следующий, он написал «Сокровище Валькирии», который уже был вот ровно, ровно то, что надо. То есть, это нечто среднее между детективом, вернее, даже не детективом, а боевиком, да, в котором там главный герой, у него главного героя звали Мамонт. Кличка была Мамонт. И, значит, вот такой Мамонт, да, такой мужик-мужикович, плюс фэнтези, плюс там «Земля сияющей власти», там и так далее, и так далее. Да, то есть, он нашел идеальное вот это сочетание пропорций какого-то эскапизма в некий фэнтези-мир. В то же время, очень четкое отражение действительности того, что вокруг происходило, да, где там аэродром, можно было купить за стоимость, военный аэродром, можно было купить за стоимость там нескольких буханок хлеба. А это происходило, вот у меня на глазах происходило. Я занимался промышленной экономикой, ездил по Вологодской области и видел все эти предприятия, в которых хозяева покупали предприятия, срезали станки, сдавали их на металлолом и дальше отваливали вместе с этими деньгами, оставляя просто выжженную землю. И вот он все это описывал, и его вот эта серия «Сокровища Валькирии», она стала невероятно популярной. То есть первые два тома, он их, по-моему, томов семь написал, но первые два тома просто там вся страна зачитывалась. Вот. И мы познакомились с ним, я уже работал в газете, я, естественно, воспользовался служебным положением и после каждой его книги я брал у него интервью. То есть вот мы какое-то время там общались, я у него дома, рядом с кинотеатром «Салют», в Вологде захаживал, бывал у него там на втором этаже в кабинете. И я понял, что вот, вот она эта стилистика. То есть вот это жанр детектива, жанр боевика, в котором можно описывать то, что происходит сейчас. И я начал писать романы. Такие, тоже их сложно назвать детективными, потому что там, по сути, расследования как такового не было. Да, то есть это были такие романы-боевики. И первый же роман, который я написал, роман назывался «Предпоследний поединок». Мне очень нравилось это название. В нем был заложен глубокий смысл, что такое «Предпоследний поединок». Это значит, что поединок, есть такой термин, последний поединок, что в каждом фильме, в боевике должен быть последний поединок, в котором герой выходит на прямое столкновение со злодеем и в прямом столкновении его побеждает. Так вот, никогда не бывает последнего поединка. Поединок всегда предпоследний, потому что всегда есть еще ты побеждаешь злодея, но ты не побеждаешь зло. Зло остается жить и рождает нового злодея, с которым тебе снова приходится сражаться. И, соответственно, вот такое название. Его поменяли, к сожалению, назвали «Ставка на Джокера». На мой взгляд, гораздо лучше. «Ставка на Джокера» лучше. Название там был некий «Джокер», который действовал... Тогда, естественно, как вы понимаете, никаких фильмов про Джокера еще не было, но тем не менее. И, значит, дальше следующий роман у меня тоже сразу же вышел. Роман назывался «Тень счастливчика». И дальше, собственно, предполагалось, что я буду сидеть и роман за романом писать. Писать вот эти детективчики для издательства «Эксмо». Платили они очень мало, но это очень мало. Что называется, по столичным меркам мало. А по нашим региональным, областным меркам гонорар за одну книгу составлял три моих зарплаты в газете. То есть, с учетом того, что я писал роман за два месяца, в общем, даже выгоднее было бы. То есть, если бы я раз в два месяца сдавал роман, получал три зарплаты своих и дальше мог совершенно спокойно существовать. Но, тем не менее, меня это не устраивало. Мне все время хотелось чего-то другого. И я вместо ожидаемого издательства ждал от меня следующего романа в серии «Счастливчик». Вместо этого я написал такой сатирический роман про пиратское радио. Потом роман про древнерусское фэнтези про Волха Всеславьевича. Потом еще что-то написал. Роман без героя. «Пуля виноватого найдет» до сих пор мне нравится этот роман. Они где-то в интернете опубликованы. Если вдруг не лениво, то можно их найти, почитать. И пиратское радио, и «Волх», и «Пуля виноватого найдет». Но, тем не менее, издательство от них отказалось. И меня это как-то немножко расстроило. И я решил, что, наверное, не надо вообще тогда этим заниматься, раз так. И я начал искать другой язык. То есть, я все время искал язык. То есть, я чувствовал, что вот этим языком разговаривать уже нельзя. Нужно искать что-то другое. И даже внутри жанра детектив я все время искал способ говорить правду. рассказывать истории, которые мне хочется рассказывать. И в какой-то момент мне показалось, что я увлекся театром. Я женился тогда на девушке, у которой родители работали актерами в Вологодском драматическом театре. И я начал смотреть довольно много спектаклей и местных вологодских. И плюс тогда начался в Вологде фестиваль «Голоса истории». Туда начали приезжать крутые действительно крутые спектакли привозить из других регионов. Из Москвы в том числе. Например, была мастерская Петрофоменко. Я ее впервые там увидел, в Вологде. Был спектакль «Камгинкаса» про этих самых про революционеров, про декабристов. И я увидел хороший, классный, качественный по Алексеевичу. Был замечательный спектакль по чернобыльской молитве. И мне захотелось попробовать написать пьесу. Тогда же мне попал в руки журнал «Драматург». Его недолгое время издавали. Казанцев, собственно, Казанцев, по-моему, был главным редактором этого журнала или издателем. И там была пьеса «За зеркалом» Лены Греминой. И там была, по-моему, «Мы едем, едем к лиды». И они мне представлялись такими молодыми ребятами, которые сидят, вот, типа, написали такие пьесы, значит, и довольно прикольные. Я подумал, а почему бы мне тоже не написать? Я написал пьесу под названием, ее тоже, по-моему, можно найти в интернете, «Купите мне немножко счастья». Пьеса абсолютно, конечно, беспомощная, но я помню вот это очень классное ощущение, когда я летом сидел в деревне. У нас была такая летняя кухня. Вот я сидел на этой летней кухне, курил, я тогда еще курил, курил сигареты одну за другой и в общей тетради писал по пять страниц в день, писал диалогов. Это, ну, ни с чем не сравнимое ощущение. Проза пишется по-другому. Проза – это труд, а пьеса – это дыхание. То есть ты как бы… Ты пишешь, как дышишь. Диалог в пьесе пишется со скоростью его произнесения. То есть он быстро пишется, легко. И кайф – это просто очень-очень классно. И мне как-то понравилось это ощущение, но я чувствовал, что то, что я пишу, это немножко… Это неправда. То есть это немножко такая… Симулякр такой. Да, то есть это такое изображение без изображаемого. Вот. И я как бы попробовал, ногу в эту воду погрузил и решил, что, ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь я к этому еще вернусь. И тогда же я очень сильно, очень плотно начал погружаться в интернет, общаться в интернете. Тогда еще не было блогов. Сайты у нас были на народе. Были форумы разные. Вот. И я начал писать юмористические рассказы. Внезапно, неожиданно для себя. И первый рассказ я тогда работал в газете, в газете «Русский Север», заместителем главного редактора. И мы играли в компьютерную игру «Control Strike». И там был такой герой Чарли. Чарли 1. Чарли 1 младший там. Чарли 1, Дельта 2, Чарли 3. Вот они там переговаривались все время. Вот. И я написал рассказ про героя по имени Чарли 1 старший. Такой юмористический рассказ. Тоже его можно найти в интернете. Где-то там я его публиковал. Он тоже довольно глупый, но довольно забавный. И рассказ этот был напечатан в газете. Его как-то так прочитали, посмеялись. И я подумал, что в принципе прикольно. То есть одно дело писать роман. То есть ты сидишь, пишешь роман. Его потом то ли опубликуют, то ли не опубликуют. Еще неизвестно. Но пройдет достаточно много времени. И обратную связь ты от читателей не получаешь. Только в том случае, если ты вдруг читатель прочитал твою книгу и потом пришел и тебе что-нибудь сказал. Что вот хорошую книгу ты написал или плохую книгу ты написал. А когда ты пишешь рассказ, во-первых, ты пишешь его быстро. За один присед. За два часа. А если публикуешь в интернете, то ты обратную связь получаешь мгновенно. Сразу же. То есть ты смотришь, ага, сколько человек прочитало. Кто-то комментарии пишет такие. И потом, когда я уже переехал в Москву и оказался волею судеб, оказался там, меня пригласили работать в газету. Потом газета закрылась. И я, оставшись без работы, был вынужден устроиться менеджером по маркетингу в компьютерную компанию RDT. Во-первых, я был, думаю, что самым плохим менеджером по маркетингу, как его только можно представить. Маркетинг меня вообще не интересовал в то время. А уж IT-системы-то и тем более. Просто сидел, получал зарплату и старался, чтобы меня как можно меньше трогали. И писал юмористические рассказы. И писал иногда по три рассказа в день. Я завел рассылку на Сабскрайбе, на которую очень быстро подписалось 3000 человек. Стал писать на ProZero тексты. Был такой конкурс юмора. Был сам издат. И я очень быстро написал несколько сотен рассказов. Несколько сотен. Две или три сотни рассказов. Коротких юмористических. То есть, писуч я был всегда как сука. И я стал быстро, опять же, получать обратную связь от читателей. Эти рассказы стали со страшной силой публиковать. Везде вообще, где только можно. Особенно мне нравилась, была такая казахская газета, Экспресс-К, которая брала мои рассказы, меняла. Условно говоря, там Золотов был герой. Меняла его на Алтынбаксова. И публиковала мои рассказы у себя. Я им потом написал, что типа, ребята, ну как бы, все это хорошо. Но вы как-то хотя бы уведомляли. Ладно, денег не надо. Но вы хотя бы уведомляйте автора, что вы что-то публикуете. И, по крайней мере, правки в текст надо с автором согласовывать. И в какой-то момент у меня жена увидела журнал «Новый крокодил». Это была одна из реинкарнаций крокодилов советского, которые издавали группу сотрудников издания. И сказала, вот почему бы тебе там не поработать. И я такой думаю, а почему бы и нет действительно мне там не поработать. Значит, нашел адрес редакции, пришел, принес какие-то тексты. Их стали очень быстро печатать. Потом они говорят, так, ты где работаешь? Я говорю, ну вот там. Я тогда работал, по-моему, в независимом обозрении в газете. Сколько зарплаты я там? Типа столько, 800 долларов. Говорят, все, мы тебе даем 800 долларов, переходи к нам. Я перешел сначала редактором отдела общества, потом зам главного редактора, потом главным редактором. И вот там два года я работал главным редактором «Крокодила». Интересная была достаточно работа. Я общался со старыми, со стариками крокодильскими, прочитал всю подшивку журналов. «Крокодил» – это, конечно, очень мощная тема. Но жаль, что в итоге, к сожалению, я, к сожалению, беру грех на душу, к сожалению, я приложил руку к продаже бренда «Новой газете». Увы, этот грех на моей душе. Я познакомил пьяного в то время владельца бренда «Крокодила» с Муратовым. И Муратов, собственно, предлагал мне стать директором нового журнала с тем, чтобы главным редактором стал «Мастовщиков». Я, естественно, при «Мастовщикове» и главном редакторе, я, естественно, отказался. Понятно было, чем это кончилось. Тем это и кончилось. И в итоге, к сожалению, поскольку бренд и архив журнала попал явно не в те руки, в которые не должен он был попадать, они в итоге переиздали все наследие «Крокодила» с какими-то совершенно идиотскими, тупыми, современными комментариями. То есть, полностью испоганив и испохабив все, что можно. Бренд великий. И библиотека «Крокодила» она великая, конечно. Я надеюсь, что когда-нибудь все-таки, я думаю, что государство должно просто выкупить этот архив «Крокодила» и переиздать его полное собрание, переиздать репринтом. Потому что это действительно, он очень хорошо воссоздает дух времени. То есть, когда читаешь подшивку за подшивкой, прям чувствуешь вот это дыхание того времени. И это очень интересно, действительно. И там, работая в «Крокодиле», я познакомился с Игорем Станиславовичем Угольниковым, который в то время воссоздавал «Фитиль». И он сказал, что вот, типа, помогите, нужны авторы. И так получилось, что, в общем-то, из всех авторов, которых мы им сосватали, только мои сценарии им и подошли. Значит, и первые несколько сценариев, по-моему, три или четыре сценария мои были сняты скетчей. И когда я увидел, как Сергей Чунишвили на канале «Россия» говорит написанный мной текст, я понял, что я хочу этим заниматься. Платили они немного, что-то там, то ли 50, то ли 100 долларов за сценарий. И примерно в то же время в Москве появился Театр ДОК. Я помню точно тот момент, когда наш директор, значит, сказал мне, Юра Парфенов сказала, что вот у меня знакомые создали театр, Театр ДОК. Они будут заниматься документальным театром. И я так подумал, что это, наверное, очень интересно. И вообще эта история, она была, с одной стороны, случайна, с другой стороны, как всегда, все случайные вещи совершенно не случайны. Есть британский театр такой, Royal Court, который проводит лаборатории в разных регионах, в разных странах. И вот они приезжают, работают с местными авторами и потом на местном материале делают там один-два текста, которые затем ставятся у них на сцене. И вот такую лабораторию Royal Court, такая лаборатория была проведена в Москве. Результатом стало появление Театра ДОК. То есть они дали вот эту прививку документального театра. И помимо этого, было некое движение, такое движение драматургов. То есть был фестиваль Любимовка, были вот эти читки пьес. И вот это все, Любимовка, она соединилась с документальным театром. И появился Театр ДОК. И он появился очень правильно. То есть была площадка. То есть это был не театр с труппой. Это была площадка, на которую люди могли приходить, предлагать какие-то свои проекты. И если проекты были интересные, то этим людям давали время. Давали просто бесплатно. Давали время на этой площадке. И в итоге, по сути, побочным результатом вот этой лаборатории Роял-Кортовской стало появление новой драмы в России. То есть это не единственный фактор, но это был один из факторов, на мой взгляд. Такой толчок. И был Угаров, была Елена Анатольевна Гремина, создатель Театра ДОК. И был Баяков, Эдуард Баяков, создатель Театра Практика. И они вместе объединились и создали фестиваль новой драмы. Фестиваль новой драматургии. И долгое время они очень дружили, сотрудничали, спектакли переходили. То есть там из практики в ДОК можно было пройти дворами. И мы очень часто дворами вот так переходили из одного театра в другой. Но получилось, как и в Мамбхате, старом классическом, получилось, что отцы-основатели разругались в какой-то момент. Не буду сейчас поднимать эту историю. Это не так важно. И разошлись в разные стороны. Это их дела. Меня это не касается. Но важно вот что. Очень сильно поперла драматургия русскоязычная в то время. Вплоть до того, что не замечать это стало уже невозможно. И даже издательство «Эксмо», такое неповоротливое издательство «Эксмо» заметило это и издало несколько маленьких таких желтеньких томиков современной русскоязычной драматургии. Я говорю русскоязычной, потому что там был, например, Макс Курочкин, который, я думаю, что если бы его кто-то назвал русским драматургом, он бы, наверное, очень сильно обиделся. И были изданы пьесы Угарова, были изданы пьесы Лены Исаевой, был издан Дурненковый сборник, Пресняковых сборник был издан. И было еще маленькое издательство такой «Корова книги», которое издало Клавдиева, Данилу Привалова, он же Митий Егоров и Макса Курочкина. Вот тоже три маленьких такие беленьких книжечки. Естественно, я все эти книжечки купил и с большим вниманием прочитал. И вот как раз-таки именно вот это чтение, особенно пьесы Дурненковых и пьесы братьев Пресняковых на меня произвели сильное впечатление, я вдруг понял, что вот это и есть оно. Я просто почувствовал, что это язык, на котором можно говорить. То есть, до этого мое представление о современной драматургии было такой, ну, горем. Да, это спектакль Захарова. Да, то есть, мы берем какого-нибудь героя 18 века, да, и какого-нибудь, не знаю, Шута Балакирева, да, какого-нибудь там этого самого, Свифта, и через него показываем современность. Да, то есть, обязательно нужно взять вот какого-то старого героя и современность показывать только через него. А тут вдруг я увидел, что ребята берут вот самую эту современность, берут... А, Сигарева еще издавал. Корова книги еще Сигарева издавал. Вот. Да, тот же Сигарев, да, в его пьесах, он берет просто вот эту современность и показывает ее так, как она есть. Да, то есть, его герои разговаривают не стихами, а они разговаривают так, как разговаривают люди. И это прям очень круто было. И я начал писать. Я написал пьесу «Снежный городок» про детство, про свое, про то, как у нас в школе про реальную историю, как у нас в детстве разрушили «Снежный городок», а свалили потом на меня, сказали, что я его разрушил. Потом написал пьесу «Снега нет», такую сказку про то, как однажды вдруг исчез весь снег. Потом еще что-то, то есть, ну, начали писать, и пошло, 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 и эти пьесы, они вдруг... Вот знаете, как волна идет, и ты вдруг раз встаешь, и эта волна тебя несет. И вот это получилось так. То есть, я написал пьесу «Мост», небольшую пьесу, и запостил ее в ЖЖ, и поехал на работу в газету, в редакцию. И я приезжаю на работу, да, то есть, час прошел, и я вижу там очень такой, очень позитивный, комплементарный отзыв от одного, не буду говорить кого, очень известного драматурга современного, да, и приглашение от руководителя лаборатории премьера, значит, показать пьесу на этой лаборатории. Да, и я иду на лабораторию премьера, читаю пьесу свою. Коровкин разбирал из современной драматургии, разбирал пьесу, уже в пух и прах ее разнес, и сказал, все, вы талантливый автор, вам нужно продолжать это делать. Вот, и я начал писать, 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 потом, значит, попал на Любимовку с пьесой «Убийца», попал на, значит, не помню, по-моему, с призраками, что ли, не помню, с какой пьесой, попал в Логинова, да, по-моему, с призраками, и выиграл Евразию у Калиды, да, то есть, вот, и это было время, когда драматургия, она и была тем языком, на котором нужно было разговаривать. Она была очень мощным социальным лифтом, потому что люди, которые писали пьесы, их очень быстро замечали, брали в оборот, и люди получали работу на телевидении, сценарную. Это действительно происходило в то время очень-очень быстро. Да, и я тоже как-то очень быстро влился, вливался в разные сценарные команды, писал один сериал за другим, потом понял, что надо все-таки учиться, отправился в Афгик, два года отучился в Афгике, и дальше уже другая совершенно история. Но самое главное, то, что одно дело, да, это наш какой-то рынок, на нашем на каком-то рынке стать заметным, но очень быстро мои пьесы начали переводить на европейские языки. На все основные языки, на английский, естественно, на французский, на итальянский, на венгерский, на прибалтийский, на латвийский, там еще на какой-то испанский. И очень быстро у меня пошли постановки в Европе, особенно в Польше и в Германии. И потом меня пригласили в Германию в такой проект Millennium Front Theater, и несколько лет я в этом проекте работал. Мы сделали, в частности, в 2013 году был такой проект Volkelschlachten, битва народов в Лейпциге, 200 лет, к 200-летию битвы народов в Лейпциге. Мы были, естественно, мы жили в Лейпциге, в центре Лейпцига, значит, там бывший стадион такой, где был палаточный городок, и мы жили в этом палаточном городке, писали свои пьесы, их тут же переводили. Там были авторы со всей Европы, переводили их на немецкий язык и тут же ставили на сцене, и каждый вечер была лаборатория, люди приходили и смотрели эти наши постановки. Потом был проект Macbeth Over Europe, где я написал две пьесы, такие довольно забавные. Одна экспериментальная пьеса без диалога, где было только действие, и пьеса Macbeth Comedy, ситком про Macbeth. Это тоже была довольно любопытная постановка, ну и вот как-то мы с ними сотрудничали. И таким образом, как-то странно так получилось, что когда европейские критики составляли список новых авторов, новых пьес и новых авторов европейских, из России в этот список вошли три пьесы. То есть пьеса братьев Пресняковых, не помню какая, пьеса Вырыпаева, тоже какая-то не самая, по-моему, лучшая из его, и моя пьеса Убийца. То есть всего три автора. То есть так получилось, что именно драматургия стала тем социальным лифтом, который помог мне продвинуться в Европу. Стать известным, стать заметным, ну по крайней мере в узких театральных кругах в Европе. И это в числе прочего стало школой очень мощной. Потому что одно дело, когда ты живешь в рамках одной парадигмы, одного какого-то театра. Русский театр, он большой, огромный, бесконечный. Но тем не менее это одна какая-то парадигма. Потом, когда ты приходишь в польский театр, там свои традиции, своя культура, своя история. Там Гратовский и так далее, и так далее. Потом ты приходишь в Германию, там постдраматический театр, там тоже все совершенно другое. Потом ты приходишь в британский, там тоже вообще итальянский. То есть это все разные театры и разные совершенно парадигмы. И это, естественно, очень хорошая школа для драматургов. Все это с разных сторон смотреть, как это все работает. И дальше я занимался разными вещами, основал мастерскую, писал романы, писал книги для сценаристов и так далее, и так далее. Но для меня театральная драматургия, она всегда была, скажем так, жизненным фундаментом. И я продолжаю там раз в год хотя бы писать, хотя бы какой-то небольшой драматургический текст, для того, чтобы сохранять вот эту писательскую устойчивость. И я считаю, что... И сейчас немножко ушло, как бы, вот последние лет 7-8, что называется, вот вода оттуда ушла. И театр становится все более... Наш театр русский, он становится все более режиссерским. То есть, он всегда был авторским театром, он всегда был театром драматурга. У нас, если вы там в поиске забьете, что является вершиной мировой драматургии, да, вы увидите, что вершиной мировой драматургии общепризнанной являются три автора. И ни один из них не Шекспир. То есть, Шекспир, при всем к нему уважению, не является вершиной мировой драматургии. А вершиной являются Чехов, Горький и Толстой. Все-таки Шекспир чутка, видимо, подустарел. И, соответственно, русский психологический театр, он как был вершиной мирового театра, так и остался. То есть, при всем уважении, да, есть свои театральные культуры в Польше, своя театральная культура, да, есть своя театральная культура в Италии, да, театр масок и так далее. Есть своя театральная культура во Франции, но там больше опера-оперетта, комедия. Есть в Британии тоже свой театр, да, в Америке вообще нет никакой театральной культуры как таковой. Хотя драматурги есть, да, по крайней мере, там, два-три. Юджин О'Нилл, Артур Миллер, Теннис Уильямс, да, по крайней мере, три имени у них есть. Маммит, Дэвид Маммит. Но у нас самая мощная театральная инфраструктура в мире. В России там 1700 театров. Больше только в Китае. Да, но в Китае тоже там это отдельная цивилизация, да, и просто даже говорить не о чем, сравнивать не с чем. Которая полностью замкнута в себе, да, и абсолютно самодостаточна. Наш-то, мы-то разомкнуты, мы открыты к миру. И наш театр, он начал двигаться, к сожалению, вернее, к сожалению, к счастью, это не так важно. Важно то, что, да, то есть это всегда объективный процесс некий. Да, он начал двигаться в сторону постдраматического театра. И я помню, было время, это какое-нибудь, условно говоря, 2012-2013 годы, когда я шел по центру Москвы, и везде висели афиши, везде была современная драматургия. А сейчас такого стало, современной драматургии стало меньше, современной драматургии на сцене. И режиссеры, для режиссера текст становится всегда, вернее, так, всегда, вряд ли такое обобщение нужно делать, да. Очень часто текст становится поводом для собственного высказывания, да. То есть человек берет какого-нибудь, условно говоря, какие-нибудь сказки Пушкина, да, или берет какой-нибудь текст Мольера, и, в общем, для него это, что называется, колея, да, по которой он едет куда-то в своем каком-то направлении. И, то есть текст не так важен, да, важно то, какую историю рассказывает режиссер, и он может рассказать историю не только про другое, не про то, что рассказано в тексте, но про что-то, что полностью противоположно тому, что рассказано в тексте. И очень быстро стало понятно, что это путь тупиковый, то есть одно время прям вот этот вот постдраматический театр, постдраматический театр, все, драматургия умерла, хороший режиссер может поставить спектакль по телефонному справочнику, и это будет замечательный спектакль. Да, замечательно, как бы один раз можно это сделать, да, и это даже забавно посмотреть. Но очень быстро стало понятно, что этот тупик, так же как Черный квадрат, да, Малевич дошел до Черного квадрата, оказалось, что дальше идти некуда, за Черным квадратом ничего нет. И снова вернулся к фигуративному искусству. И точно так же и в драматургии. Театр дошел до Черного квадрата, да, и до постдраматического, до пьесы без всего. Да, то есть я дошел в какой-то момент до пьесы, в которой не было текста. То есть у меня пьеса, да, там были какие-то действия, которые были, люди делали какие-то действия, да, там, например, забавно очень было в одной из сцен, заклеивали крест-накрест, заклеивали рот переднему ряду зрителей. И зрители могли в любой момент эту повязку снять. И большинство из них так и сделало, кроме одного детка. Он так и остался с завязанным, заклеенным ртом. И с заклеенным ртом ушел из театра. На мой взгляд, это очень отважное действие зрительское. Да, то есть тоже какой-то такой вид протеста. Вы мне заклеили рот, и я буду ходить с заклеенным ртом. Пусть вам будет стыдно. Да, вот это вот постдраматический театр. Но дальше этого, да, то есть невозможно еще один спектакль сделать такой же, в такой же стилистике. Нужно делать что-то другое. И вот это ощущение тупика постдраматического театра, оно начало очень четко ощущаться где-то лет пять назад. И три года назад Антон Хитров, критик, связался со мной, написал мне и сказал, вот слушай, есть такая идея, что мне, я, говорит, уже больше не могу. Все, я устал от этого постдраматического театра. Я хочу сделать лабораторию нарративного театра. Что такое нарративного? Сюжетного. Театра, в котором есть история. То есть театра, в котором зрителям будет интересно, что будет дальше. И говорит, я хотел бы тебе предложить, собственно, возглавить эту лабораторию. Почему? Потому что именно что ты сценарист. То есть ты занимаешься именно удержанием внимания зрителей. Лаборатория эта проходила в театре Старый дом в Новосибирске. И это как раз была пандемия. Как раз началась пандемия. И мы сидели, и мы онлайн, собственно, было отобрано, было больше 700 заявок. Было отобрано 10 авторов. Одного мы, по-моему, кого-то, не помню, кого отчислили в процессе. И 9 пьес было написано. То есть все участники дошли до конца. Все участники написали пьесы. По-моему, все они поставлены за это время. Там 2, по-моему, пьесы было поставлено в Старом доме. И как-то пошло, пошло, пошло. Богославский, Крапивина, Понедельченко. Там были и как старички, Исмейл Иман, люди, которые уже известны о драматургии. Так и новички, которые дебютировали. Которые написали первые свои пьесы. Мне именно такой вот и хотелось сделать эту лабораторию. На мой взгляд, это было достаточно удачно. Все сделано. Несмотря на пандемию, мы все-таки сделали такой фестиваль. Три дня читок. То есть мы сделали читки всех пьес. Актеры театра сделали читки всех пьес. Полные залы были. Очень крутые обсуждения. Но для меня результатом является... Да, то есть мне хотелось выработать. Ну, опробовать. Не то, что выработать. Я и так понимал примерно, что я буду делать. Я могу сказать, кстати, секрета большого нет. Там мы же список публиковали. Егор Беликов. Он и журналист, и драматург. За неявку. Интересно, пишет меня Ольга, спрашивает. За что отчислили одного из девяти? За неявку. За не сдачу домашних заданий. То есть у нас были уроки. Были задания к каждому заданию. И, соответственно, он не сдал просто. Не сдал домашку в какой-то раз. Один раз. Второй раз не сдал. Я говорю, все, отчисляю. Не буду работать с... Ну, как бы, смысл. Если человек не сдаёт домашку, да? Как я могу его чему-то учить? Вот. У меня в этом смысле очень жёстко всё. Семеро одного не ждут. Вот. И, значит, я отрабатывал методологию написания нарративной пьесы. Написание пьесы, которую можно выбросить в окно. И через два часа там уже будут эту пьесу ставить. И эта методология, она была понятна. Что я, естественно, всё это не на пустом месте возникло. То есть, есть опыт, там уже сколько мастерская наша, 15 лет существует. Естественно, есть опыт сценарной мастерской. Но кое-какие вещи там другие. Кое-что там по-другому совершенно работает на театре, да? То, что не работает в кино. Ну, начнём с того, что кино – это язык визуальный. А театр – это, там, главное, язык. Там, главное, диалог. И может быть пьеса, в которой нет ремарок. Есть только диалог. Да, нет действия. Оно не указано. Скажем, в моей пьесе «Убийца» там нет ремарок. Там только диалог. Вот. И это работает. Вот. И поэтому вот это понимание того, что работает на театре, что не работает. Как удерживать внимание. Как взаимодействовать с аудиторией. Как выстраивать повествование. Как управлять появлениями и удалениями актёра. Как перемещаться из объекта в объект на сцене. Там и так далее. Да. То есть, это всё вопросы такие. Они со стороны даже человеку не может представить, что это может быть вопросом. Что это является проблемой. Что это надо как-то решать. То есть, театр, в отличие от прозы, например, в которой более или менее всё очевидно, он устроен гораздо сложнее. Поэтому начинающие авторы, они очень часто не понимают. Вот написал я пьесу. Почему-то её никто не ставит. А на самом деле вы вообще не пьесу написали. И профессиональный драматург на это смотрит. И он видит, вы бумажный самолётик сделали. И говорите, что это лайнер, на который можно посадить пассажиров, чтобы они полетели. И при этом есть пьесы, в которые человек читает и не понимает. Почему? Вроде читать неинтересно, непонятно, не смешно, незанимательно. Непонятно, что происходит. А почему-то все эти пьесы уставят. А потом попадаешь в театр и видишь, что там ни одной реплики лишней. Всё на месте, всё функционально. Пьеса – это профессиональный текст. Пьеса – это повод для постановки на сцене. Если её при этом ещё интересно читать, это не более чем бонус. Но вообще-то она для этого не предназначена. Хотя, конечно, читают и Мольера, и Шекспира, и современную драматургию читают. Но она не для этого предназначена. Она предназначена для постановки на сцене. И вот для этого, прежде всего, она должна быть пригодна. И вот этим мы занимались. И мне это, в принципе, нравилось. Хотя у меня не так много времени было. Я занимаюсь в мастерской. У меня свои задачи в мастерской. Для меня это тяжёлая нагрузка. Дополнительная. Фактически, ещё один год работы. И я отложил это всё. И, к сожалению, очень быстро, уже на второй год, как только я вышел, к сожалению, проект загнулся. Продолжение не последовало. Но я всё время держал в голове, что нужно запустить курс по драматургии. И всё время искал место в нашей программе. То есть, у нас есть годовая программа. Четыре трёхмесячных курса. И в конце концов, я уже понял, что я не могу опять откладывать. То есть, сколько можно откладывать, надо запускать. И я закрыл базовый сценарный курс в нашей сценарной мастерской. Легендарный наш базовый сценарный курс, с которого мастерская начиналась. Я решил, что, собственно, базу, в конце концов... Да, наш базовый курс, он уникальный. Он не похожий ни на что. Но, в конце концов, базу люди и сами могут освоить. У нас мастерская... Мы занимаемся спортом высших достижений. Вот. И вместо базового сценарного курса, вот в этом году, я запустил курс по написанию пьесы. И вот с сентября мы его запустим. Я набираю 45 человек на этот курс. Сейчас уже большая часть мест... Считайте, сколько... Если 9 мест осталось, сколько? 34. 34 места уже продано. Вот. На самом деле, если даже больше никто не придёт, меня это тоже устроит. Я и с 34-мя человеками буду готов работать. Но я уверен, что мы наберём курс. И в нашей мастерской очень высокий КПД. И всегда был высокий. Выше, чем в любой другой. В любой... В гиковской мастерской. Да. То есть, там обычно... Там 2-3 человека в итоге доходят до конца и пишут что-то. У нас, там, условно, из 45 человек, 38-40 человек доходят до конца. Пишут текст. То есть, у нас всегда была очень высокая сходимость каждого нашего курса. Вот. И я не сомневаюсь ни на минуту в том, что участники этого курса не просто напишут пьесы, а напишут пьесы, которые будут поставлены в театре. Так же, как наши ребята пишут сценарии, пишут сериалы, которые снимают, пишут фильмы, которые снимают. Точно так же, когда мы запускали курс по роману 5 лет назад, да, тоже там все говорили, а зачем это надо, да кому это надо. А сейчас, когда я захожу в книжный магазин и вижу, там, в разделе новинок, вижу половину книг наших выпускников, ребята с нашего курса по роману, да, то там Манылов, там, Барабаш, еще кто-то, да, то есть, и вижу, что мы делаем, да, то есть, мы делаем большую часть, заметную часть, наши выпускники делают заметную часть романов, которые выходят сегодня в России. Театральный рынок, да, рынок, что называется, производства пьес, он не такой большой. И я рассчитываю, что мы, да, то есть, вот у нас, мы, там, много лет, наша мастерская выпускала сценаристов, и за это время я считаю, что мы ситуацию на сценарном рынке изменили заметно, да, то есть, каким был сценарный рынок 15 лет назад, и каким он стал сейчас, это небо и земля. И это в том числе и, естественно, я не могу сказать, что это только вот усилия одного человека, нет, совершенно нет, но дело в том, что эти, именно эти усилия запускали механизмы общие, да, то есть, да, наша мастерская была первая, это действительно так, наша сценарная мастерская, это первая частная онлайн-школа в России, первая. Мы работаем с 1 декабря 2008 года. Никто, ни одной в то время онлайн-школы в России не было. Частная школа была, была школа МИТЫ, она, они на полгода раньше нас запустились. То есть, и все киношколы, которые запускаются в России, сейчас там несколько десятков, во всем мире киношколы первым делом запускают актерский курс. Только не в России. В России первым всегда запускается сценарный курс. Почему? Потому что кое-кто 15 лет этот рынок развивал. Проводил сценарную конференцию, да, наша сценарная конференция, которую уже 9 лет, 9 лет, по-моему, 9-й раз или 10-й раз в этом году будем проводить, да, это единственная отраслевая конференция. Единственная сценарная конференция в России, это наша. Да, и там огромное количество бесплатных мероприятий, да, и так далее, и так далее. Это все наша мастерская. Вот. То же самое с романами. То есть, понятно, что это все процесс небыстрый, да, то есть, пока написали, пока издали, пока отредактировали, да, пока продвинули, пока выиграли там какие-то премии, и так далее, и так далее, да, то есть, идет время. Но я думаю, что, как бы, нам и через 5 лет это не помешает. И дальше следующее, да, то есть, вот сценарный рынок мы раскачали, дальше романный рынок мы раскачали, да, вот сейчас я хочу сделать следующее, да, то есть, серьезные структурные изменения произвести на рынке драматургии. И я думаю, что у меня это получится. То есть, наши авторы, наши ребята, да, после мастерской, они в индустрию просто как нож в масло входят. То есть, когда наш, кто-нибудь из наших девчонок или парней входит в сценарную группу, да, там сразу же для всех очевидно, да, что человек там на голову выше других с профессиональной точки зрения. Да, то есть, знает, как с любой задачей справляться, да, знает, как синопсис написать, да, знает, как заявку написать, знает, как поэпизодник написать, да, знает, там, как сюжетные повороты строить, как систему персонажей строить, там, и так далее, и так далее, да, то есть, потому что наша мастерская, она мастерская ремесленная. Я ремеслу людей обучаю, да, я не вдохновляю их писать, да, пишите, верьте в себя, просто будьте собой, ничего подобного. Я учу ремеслу. Очень четко, очень жестко, пошагово, системно. Из драматургии то же самое. Очень многие мастера, которые обучают драматограф, да, они просто будьте собой, там, и так далее, и так далее. Нет, я обучаю ремеслу, да, то есть, наша задача уметь писать так, чтобы было интересно, чтобы было интересно смотреть, чтобы у людей возникали эмоции, а для этого нужно владеть структурой, нужно уметь систему персонажей выстраивать, уметь сюжет строить, уметь сцены строить интересные, да, интересные, небанальные сюжетные повороты придумать, и для всего этого есть технологии. И вот именно этим в нашей сценарной мастерской мы и занимаемся. Но самое главное, я хочу... Вот помните, я вам говорил о том, что вот как бы волна пошла, да, то есть вот когда пишешь текст, хоп, и вот его сразу же берут куда-то на лабораторию, да, то есть постановка пошла, да, в журнал опубликовали, там, и так далее, и так далее. Вот я хочу снова вернуть вот это ощущение. То есть я хочу, чтобы снова театральная драматургия наша пришла в соответствии с театральной инфраструктурой. То есть у нас есть, еще раз я повторюсь, у нас лучшая в мире театральная инфраструктура. Нигде нет такого количества и такого качества театров. Нигде нет такого количества режиссеров, нигде нет такого количества актеров качественных, которые умеют работать с драматургией, которые умеют анализировать драматический текст, которые умеют его небанально показывать, сложный драматургический текст. Не вот это вот французское говно, хорошо сделанную пьесу, да, а наши сложные, интересные, современные тексты. И вот я хочу, чтобы мы с нашей мастерской создали, вот в этом году мы начнем, и мы продолжим, мы в следующем году продолжим, в позаследующем году, и мы будем это делать год за годом. И год за годом я буду выпускать какое-то количество драматургов, которые будут писать пьесы, которые будут поставлены в театрах. И помяните мое слово, люди, которые закончат мастерскую, которые закончат этот курс, да, они напишут пьесы, которые можно будет ставить на театре. Их будут ставить на театре. Мы будем рассылать пьесы по театрам. И у нас сейчас есть там наши выпускники, там Лена Коллегова мне постоянно пишет, там выиграла приз, там выиграла приз, там постановка, сям постановка, да, то есть наши ребята выше на голову. Остальных авторов, да, то есть у нас есть профессионализм, который дает ремесло, ремесленные навыки, которые дает наша мастерская, является конкурентным преимуществом наших выпускников. Вот. И мы вернем, вернем нарративную, сюжетную драматургию, мы вернем в театры. Это займет время. Может быть, это займет лет пять. Может быть, не сразу же после, не сразу же первый же этот выпуск изменит ситуацию. Но будь ты этот, следующий, позаследующий, да, капля камень точит. И снова-снова будут театры снова ставить современную драматургию. И много будут ставить. А то, что они умеют это делать, они умеют это делать. Я думаю, еще вот что произошло. Я думаю, что проблема в том, что иссяк немножко приток новых драматургов. То есть вот были те авторы, которые пришли вместе с нами, да, там, Дурненков, Клавдиев, там, и так далее, и так далее, да. То есть там десятка, два, три авторов, которые пришли на рубеже, там, в начале десятых годов. Они пришли в театр. И вот они все, да, во-первых, ну, написали все, что планировали написать. Плюс очень многие ушли, там, кто-то на преподавание ушел, кто-то в режиссуру ушел, кто-то ушел в сценаристику и сидит и фигачит там каждый день по 10 страниц сценариев и зарабатывает на этом сумасшедшие деньги, да. То есть как-то вот этот поток, да, он прошел через театр, закончил театр как школу и ушел куда-то дальше. А вот нового притока нет, да. То есть есть, конечно, есть школа Калиды, которая продолжает работать. И вот я хочу еще как бы вот навстречу вот этому региональному потоку из Йобурга, да, пустить еще поток драматургов с нашей стороны. Вот такой вот у меня план. Ну и, соответственно, что call to action, в общем, если вы хотите к этому плану присоединиться, то проходите по ссылке в описании, оплачивайте мастерскую и 1 сентября начнем. Понятно ли то, что я вам сегодня рассказал? Если вам понятно, то напишите в комментариях, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, то я готов на ваши вопросы ответить. Жду. Дайте какую-нибудь обратную связь в комментах. У нас не так много участников сегодня в прямом эфире. Я тоже прекрасно понимаю, что театральная драматургия, наверное, не такая зажигательная тема, как тема денег, например, или тема счастья, радости. Но, тем не менее, театральная драматургия – это то, что в числе прочего приносит и счастье, и радость, и деньги в том числе. Так что, опять же, это не продающие вебинары. Я далек от мысли, что вы все сейчас тут же кинетесь оплачивать. Нет такой задачи. Запись этого эфира останется. Люди будут слушать и каким-то образом потихонечку потихонечку будут к нам присоединяться. В любом случае, большое спасибо вам за то, что выслушали мой вот этот монолог. Мне было с вами очень приятно. И увидимся с теми, кто придет в мастерской, увидимся в мастерской. А с теми, кто придет на Год Радости, мы начинаем Год Радости. Мастерская у нас начинается первая. Сейчас я на график посмотрю. Первого сентября в 20.00 начинается курс по драматургии. А Год Радости начнется 4-го числа. Это понедельник. И по понедельникам в 12 часов дня, как и обычно, я эфиры практической магии веду. ЗАПСИ, естественно, будет оставаться. Вот с 4-го числа мы начнем. Я уже месяц работаю активно над программой Года Радости. И мне кажется, уже немножко радости в мою-то, по крайней мере, жизнь точно пришло. Поэтому, как и всегда, когда я запустил программу, вернее, когда я запустил объявление о том, что мы запускаем этот Год Радости, у меня уже была программа. У меня на самом деле всегда так. Вот даже те программы, которые я веду в мастерской по 9 лет, 10 лет, То есть, у нас какой-то сейчас... Сейчас я уже не помню, какой у нас поток. Я даже гляну. Ну вот, например, сценарий полнометражного фильма «Девятый поток». То есть, я эту программу веду в девятый раз. И я каждое занятие... Не скажу, что прям совсем все переписываю, но я в каждом занятии что-то по чуть-чуть, по чуть-чуть тут, там добавляю, убавляю. То есть, постоянно-постоянно идет докрутка. Это вроде бы мелочи какие-то, да, но это всегда мелочи важные. Да, и вот эта постоянная, постоянная работа над качеством наших образовательных программ, вот это, мне кажется, и есть главная наша особенность. И люди, которые приходили, допустим, там 3-4 года назад приходили, проходили какую-то нашу программу, потом приходили снова на эту же программу и говорили, что вообще все изменилось. Ну, что-то, естественно, какие-то... Ну, условно говоря, там, я даю какую-то технику, там, не знаю, эннеограмму, да, или про сценарную запись я там на каждом курсе рассказываю. Да, то есть, есть вещи, которые остаются неизменными, но есть вещи даже внутри этих тем, которые постоянно чуть-чуть-чуть-чуть-чуть... Лучше-лучше-лучше-лучше-лучше-лучше-лучше... Другое, да, то есть, мир-то меняется постоянно, и программу тоже все время приходится менять. И вот год радости я уже раза 3 программы переписываю. То есть, она еще не запустилась, я уже начинаю ее постоянно докручивать, докручивать и докручивать. Поэтому и в процессе работы она, естественно, тоже... И для меня это важно, да, то, что я каждую из этих программ, вот наша практическая магия, первый год, посвященный достижению целей, у меня тоже были свои цели, я их поставил, достиг. Прошлый год был годом денег, у меня тоже были финансовые задачи определенные, они все, все финансовые задачи мои тоже, естественно, решены, да, то есть, я и для себя. Я тоже все эти курсы прохожу вместе с вами. И, соответственно, вот этот третий год, третий курс, я все лето думал, что сделать, вот что я хочу сделать, да, то есть, я понимаю, что там интересно было бы сделать, например, год инфобизнеса. У меня очень много людей, которые там, ну, помогающие специалисты, которые вот, ну, такую фигню делают, такой фигней занимаются. Вот. А можно совершенно по-другому все делать и результаты другие получать, и для себя, и для учеников, и финансовые другие. Вот. А потом думаю, а вот я чего хочу? Вот какой темой я бы хотел заниматься? Я понял, что вот я хочу. Я хочу заниматься радостью. И тема очень непростая. Очень непростая. То есть, вот это вот все просто, просто радуйся водичке, ручейку, тучке и так далее. Это все ерунда. То есть, очень сложная тема. Вот. Ну, будем с вами постепенно, постепенно эту тему разматывать. Ну, все, собственно. Увидимся 1 августа в мастерской и 4 сентября на Годе Радости. Пока-пока. Обнимаем. Так, как мне ее...